друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также мое напоминание то что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал амаркет с большим количеством аналитического контента ну что ж теперь к событиям на финансовых рынках сейчас в центре внимания трейдеров безусловно бычье ралли рынка углеводородов бренд и wti продолжают переписывать многомесячные максимумы частности бренд сейчас котируется в районе 79 35 долларов за баррель и мы вправе уже говорить об успешном практически без пяти минут тесте 80 и потенциале движения еще выше причины прежде всего ну что оказывает локальную поддержку рынку нефти это растущий спрос на улеводороды причем у нас много индикаторов которые позволяют нам точно сказать что это так самый главный индикатор это снижение запасов нефти сша причем это тенденция сохраняется много недель подряд важно также отметить что рост спроса накладывается на объективный очевидный дефицит предложений здесь можно отметить что ноги растут из инцидента или немного перефразируем из-за форс-мажора природного в мексиканском заливе когда вследствие урагана и да была приостановлена добыча почти 90 процентов объем производства нефти в этом американском регионе и сейчас по прошествии уже целого месяца друзья и да накрыла скажем восточный побережье сша в конце прошлого месяца сейчас прошествия практически целого календарного месячного периода мы все равно возвращаемся к этой теме и последние данные экологического контроля сша свидетельствует о том что до сих пор объем приостановки добычи составляет около 15 процентов и отсюда вытекает вывод что и да стала самым негативным и разрушительным для нефтяной инфраструктуры американских нефтепывающих компаний нефтяной инфраструктуры мексиканского залива за всю историю наблюдения и соответственно понятно что рынок нашел в этом достаточный повод чтобы пока что еще повариться в рисках перебоев и срывов поставок голман сакс а который вам всем известен своими прогнозами я бы не сказал что они всегда попадают цель но в этот раз в отношении рынка нефти они смотрят вверх и ожидают скорое достижение брендом 90 долларов за баррель прогноз был пересмотрен сразу на 10 долларов с 80 до 90 важные события для рынка нефти которая впереди это 4 октября совсем скоро очередная встреча опека на которой обсудят текущие реалии рынка углеводородов баланс спроса предложения и обсудят также возможность каких-то дополнительных решений чтобы повлиять на котировки бренды wti изначально друзья прямо сейчас мы должны с вами задаться вопросом что сделают страны опек будут ли они поддерживать то ралли которая сейчас развивается заинтересованы ли они в еще большем быщем восстановлении а котиров бренды wti и если это так то им даже палец о палец не нужно ударять и фактически не нужно ничего сделать потому что текущие квоты текущие лимиты и текущие условия по сокращению объемов нефтедобычи достаточны чтобы поддерживать на рынках настроение того что мировая экономика останется в условиях дефицита предложения потому что тот объем нефтедобычи который увеличивается со стороны ключевых нефтепроизводителей не компенсирует тот рост спроса который идет со стороны мировой экономики и второй вопрос который граничит с первым условия что если страна опека решат что ралли зашло слишком далеко им нужно будет попробовать стабилизировать цен и остановить дальнейшее вычирали как они это могут сделать очень просто изменить а квоты и лимиты и согласовать более высокие темпы роста нефтедобычи тогда рынок уйдет на перезагрузку и на переоценку того как дополнительное предложение со стороны опять плюс будет влиять на вот этот перекос между спросом и предложением интересно будет понаблюдать за этой встрече потому что мы видим насколько болезненными являются высокие цены на нефть для китая и для сша которые бедные даже стали продавать свои статистические резервы чтобы хоть как-то повлиять на рынок нефти растет инфляция падает потребительская активность и соответственно все это негативно отражается на темпах экономического роста не говоря уже о политических очках руководства китая и сша если опять же мы будем детально и внимательно анализировать предстоящую встречу 4 октября возможно нам удастся ловить нотки такого кулуарного давления со стороны этих регионов на фактическое решение стран опек плюс и возможно даже на то решение которое примет саудовская аравия потому что саудовская аравия до сих пор имеет огромное количество свободных производственных мощностей которые она может задействовать и добавить на рынок к еще больше нефти в общем 4 октября уже совсем скоро до этих пор я считаю что рынок будет расти и легко может закрепиться поближе к 85 долларов за баррель сегодня друзья на повестке экономического календаря день обещает быть интересным потому что сегодня выступление лагард и сегодня выступление джерома пауэлла и джанет елен перед банковским комитетом конгресса сша я думаю что точно будут говорить о перспективах американской денежно-кредитной политики в условиях меняющихся экономических реалий сша и если их опять же немного развить эту тему какие-то комментарии относительно действий фрс и по программе количественного смягчения по процентным ставкам могут быть даны но мне кажется что если настраиваться на какое-то серьезное влияние речи паула на рынке то лучше отложить это на завтрашний день когда он даст интервью и выступит на на форме европейского центрального банка по остальным активам все без изменений индекс доллара 93 41 ралли доллара была основана на всплеске и росте доходности американских трежер из которые ушли в район полутора процента локальную поддержку доллару оказали данные по заказам товара длительного пользования которые выросли на 1 и 8 процента против прогноза на целых семьдесятых процента мой долгосрочный взгляд по доллару вам известен касательно других активов евро и фунт здесь друзья продолжаем шортить тем более что пока что все идет вот так как нужно евро против доллара ниже отметки 117 социал-демократы которые победили на выборах германии набрали символичное количество голосов которые между тем позволили им одержать победу на этих выборах 26 процентов это значит то что правительства большинства нету это значит то что стал демократом ближайшем месяце придется прыгнуть выше головы и потратить очень много усилий и времени чтобы преодолеть межпартийные разногласия договориться с представителями других партий сформировать коалицию и впоследствии на правительство большинства это период неопределенности и и соответственно думаю что больше даже негативный для главного валютного риска фунт также смотрим вниз цель 136 австралийца тоже идет в перечне наших торговых идей с целями 071 и американский фондовый рынок исключение из риска фондовый рынок который пухнет на продолжающихся экономических стимулах и цель после при прежней 4 500 и движение выше этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии всем пока